А для офицерской жены что самое главное? Терпение. Терпение, терпение и еще раз терпение. Неумение ждать. Поскольку отъезд был внезапен, поэтому мне что-то думаю, ну что же оставить на этой земле? Ну и поехал на полигон быстренько, там такие вырубки и молоденькие березки были. Выкопал, мне говорят, а что ты сажаешь, уже май месяц, начало мая. В это время уже там ничего не прирастет. Я говорю, прирастет. И жене я говорю, посадил. Жене я говорю, вот будешь поливать, значит со мной будет все в порядке. Если засохнет, значит тогда может что-то пройти. Поэтому и она, но она мало того, что поливала каждый раз. У нее был на балконе второй этаж, наблюдательный фонд. Чтобы не дай бог пацаны рядом с ней не бегали, в футбол не играли. Отойдите оттуда. Так что вот так было. И она действительно, я приехал когда через год, первый отпуск, она уже до второго этажа балкона. Уже такие листья зеленые. Еще через год приехала она совсем. Такая была красивая. Я говорю, о, видишь? И со мной ничего не случилось. Так я отвоевал два года. Практически без всякого ранения. И даже контузии обошлись нормально. Без всяких последствий серьезных. А почему именно березка? А что я еще мог посадить? Я же русский человек, сибиряк. Но какое дерево для сибиряка самое дорогое? Береза. Бой начался в 8 утра и закончился в 5 часов вечера. В 5 часов вечера уже затемно. Тогда Щикол уже все бросил. Сказал командир, ты знаешь лучше здесь обстановку выводить его. Мы вот с начальником штаба все вытаскивали всех. Включая, там же еще и тягач пошел. Танк подбили. Ага, да. Тягач пошел с ремроты. С ремроты, да. И прапорщик только-только. И там прапорщик погиб с ремроты. Старщина. Он засел тягач, он не мог подгонять там к танку. Стал только вытюковывали в спину. Я помню этого прапорщика. А я взял с собой танк, если ты помнишь. И туда мы вытаскивали и этот тягач, и танк, и этот. И уже затем на все. Оттуда вытащили. А вот Санек ваш. Это мой командир взвода бывший. Старший лейтенант Жерде. Вот этого я помню. Ха-ха-ха. Товарищ майор, в артере давай, влядь, прыгай. Я не понял его, вы понимаете. Я не понял. Ой, как я рад вас видеть. Ха-ха-ха-ха. Я тоже... Ёлки-псак. Вы не изменились. Да и ты тоже не совсем. Ну, все говорят, что такие же остались. Звот связи, а потом... Это я на ваш. Доложите, товарищ начальник штаба. Слышите, начальник штаба дурака не поставят. С командиром могу. Ха-ха-ха-ха-ха. Нет, снег. Ха-ха-ха-ха. Что?! Ох, ты мой! Ох, ты мой! А ты какой-то? Ах, ты какой-то! Привет. Ох ты и деприн. Ты сико надел. Здравствуй, батья! Здравствуй, батья! Комбал! Ой, комбал! Ах ты! А то же на лицо не изменился. Да ты все равно изменился. А это как у тебя. Миша, кстати, все так хорошо. Какие мы не были там злые. А сейчас Миша, а Паскал вот рядом, да? Ну что, нас едут. Я не помню, где мы были, да? Он говорит, если выживем, я после войны молдавское вино привезу. Привез. Привез, да, 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 молодец. Ну так что, скомандовать громко. Батальон умерз! Был! Равнее нас, в середину. Товарищ майор, недобитый третий мотострелковый батальон по вашему приказанию построил. Начальник штаба, капитан Тетерятников. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте! Ну что? Вольно скажи. Вольно. Забыл. Уже прошло время. 30 лет прошло. Командир, он у нас сильно золотый. Сильно золотый. Таких командирів, мне кажется, что нема нигде, как наша Аксюменко. Ну, он у нас, во-первых, в третях. Во-первых, все его любили. Во-вторых, все за него в огонь и воду пішли. И в данный момент. Даже хотя мы, сколько год прошло, 30 лет и 28 лет прошло уже спустя того, что мы не бачилися, он нам как родный, он нам как батько. Даже, может, даже и роднее, как батько. Потому что мы с ним пройшли цю войну. Любой солдат за него хоть в огонь, хоть в воду и в данный момент піде. Это же первое дело на Украине. Без салашных ударов. Я предлагаю выпить за наших жен. Потому что они вместе с нами пережили все, что пережили мы. Им досталось тяжелее даже. Ждать-то гораздо. Постоянно в тревоге, постоянно ждешь звонка. Постоянно, потому что гонишь от себя. Мысли же всегда приходят нехорошие, а дурные. И гонишь их от себя. Гонишь, что нет, нет, с ним не должно ничего случиться, ничего. А все равно там привезли группу, там привезли. Напротив летчики жили. Там женщина, по-моему, только родила, даже муж еще не знал. А ей вот пришла похоронка. А тут же приходит, вот груз 200 приходит на Мукачево, на Закарпатье, в Приволжский, Уральский округ. Приходит. И сколько? И тут же как-то быстро все разносится. Как-то быстро узнают, сколько там, кто, чего. Там кто-то кому-то передал, кто-то в штабе, кто-то это. И уже то сны постоянно всякие снятся тоже. Постоянно. Вот поэтому гонишь от себя мысли, что нет, нет, ничего не случится, ничего не должно случиться. Ну, я и в церковь ходила, и свечки ставила, и родители, и я с сыном ходила. Ну, вот, дождались. Березку поливала постоянно. Вот. Он только письма ждал от меня. Письма ждал, а писем не было одно время. Как бы вот, долго не получал, потому что то самолеты не летели, то вертолет не прилетел. Ну, там это он все в письмах-то описывает. Вот. И потом он мне дневное письмо. гневное писал, что если от тебя еще не будет писем некоторое время, то я тоже больше писать не буду. И все. И не целую мне ничего. Вот. Так что он товарищ такой. Ну, тоже всякие мысли закрадывались, потому что у них полбатальона развелись офицеры с женами. Полбатальона, да. И поэтому, конечно, он переживал, как же молодая жена, как там она ждет его. Вот. Ну, да у меня и мыслей даже не было никаких, что где-то что-то там, письма. Все у меня под номерами, я их храню. Вот. Вот. Раньше же все. А вот. Айбак. 14.04.83. Здравствуй, самый дорогой мой, самый любимый человек. Моя тоска, моя печаль, мое счастье и моя радость. Родная моя, здравствуй, здравствуй, мой мальчишка, мой Алешка. Вот я даже говорю, не могу это. И вот все это вспоминаешь, как вот это прочитаешь, слезы наворачиваются. Комбат скажет. Пусть Комбат скажет. Парни, у нас есть к сожалению, к большому сожалению, есть кого помянуть. Лучше бы не было бы. Но так сложилось, что война есть война. И я, честно сказать, я вот уже прошло сколько лет и вспоминаю, думаю, блин, не дал бы я такой приказ. Может быть, не было бы. И вот, а я сейчас уже думаю, блин, ну вот, наверное, все равно моя вина есть и в этом. Но опять же, война есть война. Мы каждый ходили под Богом и никто не прятался. В этом было, было, наверное, и наше единственное сейчас, поэтому мы сейчас здесь сидим. Да, никто не прятался, никто никуда не укрывался. Поэтому давайте мысленно про себя перечислим всех ребят. Постоим вину и помянем царство им небесное. светло им памяти. Или это выстрел генералов. Где-то я их... А, вот здесь они. Я даже их... Они так вот в пакете лежат. Это вот он с советниками. Апельсина там, что ли, он срывает. Вот здесь он со своими ребятами. Ну, они, видите, такие фотографии. это вот тоже сидят там такие вот любительские фотографии. Вот он со своими заслуживцами. Это вот наш подполковник. Переоделся вот в такую одежду. Вот. Худой! Приезжал в отпуск когда. Там вообще 70, наверное, с чем-то килограмм. Загорелый, худой. Вообще. Он очень много фотографий отдал в музей Шурави. Вот. Потом мама сколько там взяла. Там, в общем, так вот... Там некогда было особо, особо некогда было фотографироваться. Потому что операции, операции, постоянно в горы уходили. в принципе, как бы на пенсии можно уже можно, казалось бы, уже и отдыхать. С другой стороны, еще пока здоровье как-то маломальски позволяет. Интересно. Вот на предприятии и на производстве работать интересно. Особенно, когда с нуля начинали. То есть, вот не было ничего. И вот раз сделаешь, видишь, ага, сделал, поставил, заработал. И так, оставляем вот эту часть или ту часть? Я думаю, что вот с ним начать разбираться. Этот не трогать, а начать с него. Давай начнем. Вот ищите его туда и там его монтировать. Не было такого дня, чтобы не возникала бы какая-нибудь проблема. Вроде все оборудование сделаешь. Краны вышли из строя. Кран вышел из строя, он стопорит. То есть, здесь настолько все взаимосвязано. То есть, для данного столка требуется ранган и стол. То есть, данный стол состоит из 7 направляющих, которые мы собрали. Вот это 7 направляющих. Я его жду всю жизнь. Всю жизнь. В академии учился. На сессии ездил. Вот. В Нарафаминске был сколько там, по 3 месяца, по 4. Потом уже, когда уже заканчивал Фрунзе, там уже в Москве. И туда мы с Алешей ездили к нему. Ну, и вот жду и жду. С командировки жду. С Артемовского жду. С учений ждала. И вот так вот всю жизнь постоянно. считайте, два года Афгана, три года вот сейчас, академия, командировки, полигон. И вот сколько мы вместе это вот все это время посчитать, так это я не знаю, сколько мы вместе находимся. Очень, очень много. Мы вот в Росе. Но оно, конечно, с одной стороны, оно и как бы чувство, любовь крепче. Квартира съемная, не царские хоромы, может, не директорские по-современному требованиям, но, тем не менее, жить можно. У нас здесь живет трое. убирать тоже, кроме нас, здесь некому. Борщиц нет. скромно, все скромно, по-солдатски. Ну все, проходите. Алло, привет. Как дела? Как прожила день? Да ничего. Так. Понятно. Вот только я подумала, тут же в это время звонок раздается. Я хочу ему позвонить, а он мне звонит. Это очень часто, почти все время. Вот я ему набираю, а он тут же мне набирает. Вот у нас с ним тоже как бы вот уже или за прожитые годы, за 36 лет, уже вот это такая вот все, все как бы вот интуиция. и мысли, я читаю его мысли, он мои, о, я только вот подумала, о, видишь, говорю, я тебе только хотела это сказать. А он говорит, а я уже это. Ну вот как бы так вот. Ну не знаю. Так вот судьба свела нас. Вот будем, сколько Бог даст, будем с ним жить. Вот уже темно. он уже измалился. Ну давай хоть с тобой поцелуемся-то. Ну здравствуй, здравствуй. а то неделю не виделись. Да. Ну вот. В гостях хорошо, дома всегда лучше. Да. В гостях хорошо, дома лучше. Дома всегда лучше. Так, ну что, будем искать, что дедушка тебе привез. теперь у тебя полная, теперь у тебя полная коллекция. я хочу, чтобы ты. Что? Что? Подарил? Кого? О, две такие коробки с мостами, волосами. Ладно, ладно. Ну все, ладно. А ты куда? Куда? Все. Покушу, уезжаю. Куда уезжаю? Куда, дедушка, никуда не уезжаю. Почему ты уезжаешь? Я делала из этой, из феликулы новой, из индюшерской. почему ты уезжаешь? Я не уезжаю никуда. Только она... Мы с тобой только встретились, куда я поеду? Помнили. Так... Что? Что? но как говорится с богом вот это повесь положив сумку вот сюда положи надо мне кармашек не положи сейчас будешь в руках ну ладно давай до скорой до скорости пока пока а 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 нет дедушка обедает уже наверно пообедал вот сейчас мы с ним а дедушка нет зайка еще не едет здравствуй а а а а ну что ты ты спал наверно нет а уснул до после обеда а вы тебя разбудили а мы только садика пришли все по все 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 по плану ну ну ты еще не знаешь тебе во сколько во сколько будут четверг делать а никита говорит бабушка ты говорила дедушка уже приехал я говорю как приехал нет еще не приехал говорю сейчас только ты с ним по телефону будешь разговаривать ну все давай целуем тебя обнимаем давай позвоню еще вечером после ужина давай я еще вчера когда с ним поговорила я еще не так как-то была более спокойно пошла в магазин лёша мне звонит мам папа сказал так и так хирург сказал пятьдесят на пятьдесят то есть получится или не получится эта операция потому что говорит ну много там у него этих вот очаг там этот вот как бы большой вот поэтому и вот у меня это как-то после вчерашнего когда он сказал а еще он сказал что в любой момент может сердце остановиться вот этот хирург сказал может даже и во время операции ну и не сказал что во время операции но сказал в любой момент сердце может остановиться то есть то есть у него там как бы все серьезно поэтому и у меня все целый вечер я не могу ни есть ни спать ни ничего у меня сразу это ну сейчас 122 на 83 а у него вот у меня еще как бы вот пульс так вот равномерно тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык а у него тык тишина тык-тишина тык-тишина вот так вот у него вот так вот он да не а стр под и и и и Все, номер занят, что ли, повторный набор. Может, того выписали, никто не поступил, и телефон в палате, но он бы мог попросить там медсестру или кого, чтобы принесли ему телефон. Я сегодня утром металась, только одной иконе, только другой иконе, только одной иконе, только другой иконе. Вот полтора часа ходила пока. Он сказал вчера, что ему час-полтора будут делать. Вот, ходила от иконы к иконе, молилась. Он сказал, что мне будут первому делать в 9 утра. Может, еще кому-то там делали, еще кому-то. И там, может, все лежат в реанимации, и поэтому там нельзя разговаривать. Алло, алло, Сереженька, солнышко, ну как ты? Ну, да нормально. Ну, у тебя не было телефона, да? Мы звонили уже с пяти часов. А что? О, да ты что! Четыре с половиной часа! Обалдеть! Вот, а ты сказал час-полтора. Ну, ладно, солнышко, давай, я не буду тебя мучить, давай, я не буду тебя задерживать. Давай, ну, давай, все, целую. Целую, обнимаем, привет от Олега, от всех, кто вот звонил, от всех привет огромный. Ну, давай, все, обнимаю, целую. Давай, все, крепись. Ну, давай. Ну, все. Ой! Ой! Боже! Ой, неужели все позади? Ой! Он уже даже сам сказал, что я попозже позвоню, ну, попозже, говорит. Все, то ли там пришли, может быть, врачи, то ли что. Вот тебе, вместо полутора часов, четыре с половиной часа. Ну, счастливый, значит, в рубашке. Он же в рубашке родился, Сережа. Ой, седьмой еще. О, ты, Лёвочка. Хороший пасеков. Боже мой. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА